Доброе утро! НРБК региональные новости. Мы вещаем из-за телекраунплаза УФА. С вами Маргарита Гафарова. В Башкортостан получил 78 600 доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшее время препарат распределят между республиканскими пунктами вакцинации, в том числе мобильными, сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве подчеркнули, выбор конкретной вакцины остается за врачом в зависимости от возраста и состояния здоровья человека. Однако жители республики могут заранее уточнить наличие того или иного препарата с помощью бота «Башвакбот». Всего в республике открыты 183 пункта вакцинации. Единственное, что я обращаю внимание, что «Спутник Лайт» показан для вакцинации переболевших, либо для ревакцинации лиц от 18 до 60 лет. То есть она не используют для населения старшего возраста или третьего возраста, как мы говорим, для лиц старше 60 лет. В Башкортостане первым компонентом привиты почти 2 миллиона человек. Второй компонент получили более 1 миллиона 600 тысяч жителей республики. Таким образом, в регионе прививку от коронавируса сделали 76% от подлежащего вакцинации населения. В центре Уфы появится 3700 платных парковочных мест. К их созданию приступят в 2022 году, сообщили в столичной мэрии. Коммерческие стоянки впишутся в новую транспортную концепцию города. Для ее разработки планируется привлечь московский МОСТранспроект. Предварительная договоренность об этом была достигнута на транспортной неделе в Москве. Обсуждалась в том числе компания МОСТранспроект, это генподрядчик компании Трансмосквы. Он готов приступить к работам по созданию транспортной стратегии города Уфы. В транспортную стратегию входит развитие общественного транспорта, это автобусы, троллейбусы, трамваи, городской электрички, развитие транспортно-пересадочных узлов, в том числе развитие создания платных парковок в центре города. Напомню, в 2020 году в республике приняли закон о платных парковках. В Уфе разработан проект единого парковочного пространства в историческом центре. Мэрия должна определиться с организацией, отвечающей за обустройство и содержание стоянок, а также с финансированием создания таких площадок. Ориентировочные затраты на эти цели оцениваются от 63 до 125 миллионов рублей. В цену входит обустройство инфраструктуры, приобретение паркоматов и программного обеспечения для них, а также нанесение разметки. Почти 4% жителей Башкортостана получают ежемесячную зарплату более 100 тысяч рублей, а вот около 12% ниже 15 тысяч. В основном же размер жалования в республике варьируется в пределах 20-42 тысяч рублей. Примерно столько денег за свой труд получает около половины населения. Данные опубликовал Реорейдинг. И вот по подсчетам аналитиков, лишь в пяти регионах более четверти населения могут похвастаться заработком свыше 100 тысяч. В Чукотском, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Магаданской области и Москве. В Башкортостан по этому показателю на 36-й строчке российского списка и на 3-м в Приволжском федеральном округе. Республика пропустила вперед только Нижегородскую область и Пермский край. В хвосте рейтинга Мордовия и Калмыкия. Там работников с зарплатой более 100 тысяч всего 1,2%. Эксперты отметили, что за год доля высокооплачиваемых сотрудников выросла почти на 1% пункт. На проектирование образовательного центра в Зауралье выделят более 20 миллионов рублей. Аукцион объявило Управление капитального строительства Башкортостана. Новый корпус многофункционального центра в Сибае построят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Победителя торгов определят 30 ноября, а выполнить контракт подрядчик должен до конца года. Исполнителю предстоит провести все необходимые изыскания и разработать проектно-сметную документацию. Само строительство будет проходить в 4 этапа и финансироваться извне бюджетных источников. В малоэтажном корпусе разместятся образовательный блок, интернат для проживания детей на 40 мест, центр диагностики и спортзал. Башкирские предприятия могут принять участие в закупках Центробанка. Как это сделать, расскажет сам мегарегулятор на онлайн-конференции поставщиков 25 и 26 ноября. Зарегистрироваться на мероприятие можно до конца сегодняшнего дня. Участники узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Пройдут круглые столы о закупках по конкретным направлениям информационной технологии, строительство, ремонт, консалтинг. Впервые к участию в конференции приглашены представители бизнес-сообщества стран ЕС. Вместе с нами выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций. Можно будет познакомиться и сформировать полную картинку о системе закупок не только Банка России, но и финансового рынка в целом. К слову, в 2020 году Центробанк заключил с бизнесом полторы тысячи контрактов на 12 миллиардов рублей. При этом каждый второй контракт с малыми и средними предприятиями. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня доллар и евро синхронно растут. Американец поднялся на рубль 38 копеек, курс 74,83. Евро прибавил рубль 40 копеек до 84 рублей 17 копеек. И лучшие обменные курсы покупка доллара в банке Финам за 74,67. Продажа в Промтрансбанке за 75 рублей 5 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Убрир за 84,13. И продажа евро в БКС банке за 84,36. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.